Добрый день телезрителям. Давайте для начала представлюсь. Меня зовут Николай Конопляников. Я являюсь руководителем службы технической поддержки системы Сеопульт. Сегодня в ходе нашего с вами вебинара мы рассмотрим такие моменты, как работать с внутренними факторами в рамках системы Сеопульт. Итак, сейчас на экране вы увидите, о чем мы сегодня будем говорить. Это немного поговорим с вами об истории, что же делали для продвижения и мы в свое время, и может быть кто-то до нас, просто кто чем занимался. Как правильно подбираются ключевые запросы, как работает наш модуль подбора запросов, как происходит подбор страниц для продвижения, вообще что такое релевантные страницы и как с ними работать. Большое внимание уделим именно контентной оптимизации, ведь как бы сейчас это одно из основных направлений и одними ссылочными методами, одним приростом ссылочной массы вы вряд ли чего-либо добьетесь. Конечно же всегда вам необходимо все-таки работать над контентной частью вашего сайта, сделать уникальные тексты, оптимизировать его и так далее. Ну и вопрос, который многим интересен, что же такое перелинковка и зачем она вообще нужна, и как правильно сделать перелинковку на своем собственном сайте. Так, если вы готовы, поехали. Немного истории. Что же можно было делать? Делать можно было практически все, потому что поисковые системы, а именно алгоритмы поисковых систем были более-менее лояльны к нам оптимизаторам. Мы могли выводить сайт в топ без контента, просто закупив ссылочную массу. Можно было многократно указать вхождение ключевого запроса, на продвигаемой странице, и это также плодотворно влияло на продвижение ключевого запроса. До сих пор такое слово существует, как переоптимизация, когда неграмотно оптимизирован контент продвигаемой страницы, что в свою очередь могло приводить к проблемам именно с индексацией сайта и с выводом сайта по ключевым запросам. Ну и опять же такие моменты, как скрытие контента, невидимый контент и прочее. Что делалось, какие перелинковки в текстовых блоках делаются и зачем они делаются, и делалось это все. Опять же можно было довольно-таки спокойно разместить простынь сайта 15-20 тысяч знаков, и сайт выводился в топ без каких-либо проблем, без каких-либо ссылочных бюджетов. Все абсолютно просто. Я вот на картинках попытался это все передать. Вот посмотрите внимательно, вполне можно было продвинуть сайт. Вот вы сейчас на него смотрите и не видите никакой текстовой начинки. А ведь этот сайт вполне себе стоял, мог стоять в топе, продвигаться по ключевым запросам только за счет ссылочной массы. Следующий вариант. Смотрите, многократно указываем запросы в тексте, что способствовало в свое время продвижения сайта в топ-10. И как раз таки здесь на экране мы с вами видим такой жуткий, на мой взгляд, пример, в котором несколько раз указан основной ключевой запрос, в котором перечислены кучу раз какие-то низко-среднечастотные запросы. Как раз таки тоже здесь этот сайт вполне себе мог находиться в топе по нужным ключевым запросам. Плюс сразу хочу забежать вперед, посмотреть, пожалуйста, внимательно на этот текст. Здесь пользователь, оптимизатор, я уж не знаю, кто занимался этим сайтом, все ключевые запросы вывел в теги «стронг». Ну, на самом деле, я думаю, что вы со мной не согласитесь. Текст смотрится убого и ужасно, то есть читать его практически невозможно. Вот, следующий момент какой? То есть брали текст, просто прятали его от поисковых систем, то есть от пользователей прятали различными тегами, например, через таблицу стилей прописывали «дисплей нон», либо там, например, смещали в сторону на 1000-2000 пикселей влево или вправо. И что получали? Красивую страницу, на которой все вроде бы красиво, грамотно, приятно смотреть на нее, марки, модели и прочее-прочее, сортировки, но при этом мы с вами не видели основного контента. А контент как бы существовал, и если вы сейчас видите скриншот вместе со мной, то вы видите, как это все делалось. Класс-невидимку выставляли и жуткая переоптимизация, которая способствовала продвижению как раз-таки этой странички сайта. Вот, как говорится, вы видите текст на этом сайте, а он есть. И еще один вариант, который грубый, так называемая грубая перелинковка, когда на страницах сайта выставлялись блоки именно для перелинковки. Вот, искал специально пример для вас, чтобы просто вам показать. И вот как раз-таки в этом примере представлена одна из SEO-контор, которая занимается раскруткой, созданием, продвижением сайтов. Ну и вот вы видите, я специально выделил для вас блок, в котором они пытаются, так скажем, передать вес на низкочастотные запросы, на какие-то другие странички, которые у них созданы. Вот, однако такие сайты до сих пор есть. Ну и последний вариант, о котором я уже говорил, это просто не текстов. Текст практически нечитабелен, очень много-много текста. Если смотреть на 27-м мониторе, например, iMac, то он также смотрится практически ни о чем. Сейчас как раз-таки скриншот снят именно на 27-дюймовом iMac. Как видите, буковки маленькие, вхождение не пойми чего. То есть, такие портянки текста, они уже сейчас не работают. Поисковая система со всем этим борется. И как раз-таки подводя итог именно вот этой историческому опусу, я хочу как бы заметить, что вот те все способы, которые я сейчас перечислил, лучше всего не использовать в работе над своими сайтами. Почему? Потому что можно навлечь беду, можно навлечь санкции со стороны поисковых систем. Если не хотите, грубо говоря, чтобы ваш сайт пострадал, чтобы вы лишились тех позиций, которых он достиг, то занимайтесь правильной оптимизацией сайта. Делайте сайты именно для людей, только уже потом думайте о поисковых системах. Именно этого пытаются от нас сейчас добиться поисковики. Давайте теперь именно поговорим о самой системе Seapult и о том, как же правильно работать с внутренними факторами при помощи нашей системы. И первое, о чем я хотел бы сейчас остановиться, на чем я хотел остановиться, это модуль подбора запросов. Как правильно и грамотно подобрать ключевые запросы в системе. Этот шаг у нас первый при создании проекта. После того, как вы ввели всякие специальные настройки, мы с вами переходим на этот шаг, где мы можем добавить ключевые слова. Итак, мы с вами видим пять полей, пустых абсолютно. И что нам требуется с вами? Это ввести какие-то основные, на первый, на наш взгляд, ключевые запросы. Например, берем главные запросы нашей тематики. Ну, если это, допустим, цветочная тематика, как на скриншоте, то тогда в нашем случае основным запросом будет являться доставка цветов. Вводим доставку цветов в поле «Ключевые слова». Далее жмем с вами на специальные кнопки «Вордстат», «СЧ», «СЧ» и «И плюс НЧ». И что мы с вами видим? Система нам показывает также ключевые запросы, которые показываются через панель «Вордстат», в данном случае, вместе с ключевым запросом «Доставка цветов». Зачем все это нам нужно? При помощи этого модуля мы можем с вами максимально точно и максимально грамотно подобрать семантическое ядро для продвижения своего сайта. И что бы я хотел вам порекомендовать в этом случае? Когда мы с вами стоим как раз на шаге еще только подбора ключевых запросов, самое главное — это подобрать оптимальное семантическое ядро, по которому нам с вами будет проще всего продвигаться в поисковиках. Поэтому я рекомендую вам сразу удалить, грубо говоря, непрофильные запросы, либо просто их не добавлять в продвижение. Ну то есть в формате, если мы берем просто игрушки, то, как вы сами понимаете, продвигать игрушки не совсем верно. Почему? Потому что если мы, например, предлагаем детские игрушки, то под тематику игрушек попадает еще и взрослая тематика. И там совершенно другие игрушки, которые нашим детям, к сожалению, к счастью, видеть нельзя. Вот. Итак, что еще можно сказать? Помимо того, что мы с вами удаляем непрофильные запросы, то есть запросы, которые не относятся к нашей тематике, или просто нам не интересны, мы с вами должны удалить дорогие, так скажем, запросы. То есть запросы с завышенной стоимостью. У каждого своя стоимость, каждый считает ее по-разному. Для кого-то 10 рублей завышенная стоимость, для кого-то 100 рублей — вполне нормальная цена. Также все зависит от тематики. В любом случае, если мы с вами видим ключевой запрос, по которому довольно-таки большое, например, вхождение по Wordstat, но при этом мы видим, что ориентировочно на наш сайт перейдет всего лишь один человек. Из-за этого человека мы должны заплатить 4,5 тысячи. Согласитесь со мной, это как-то совсем неверно и неправильно. Вот. Поэтому такие запросы мы сразу отсекаем с вами и в дальнейшем не работаем. Это основной модуль подбора ключевых запросов. Система Seapult не стоит на месте. Мы постоянно развиваемся, пытаемся сделать функционал нашей системы более интересным для вас, более простым в освоении. И поэтому в данный момент у нас реализованы такие две, так скажем, фишки, как рекомендованные к запуску запросы, которые близкие к топу, то есть которые ближе всего находятся к топу в поисковых системах, а также рекомендованные к запуске запросы из вашего счетчика. То есть если в момент создания проекта вы указали счетчик, например, Live Internet, Яндекс Метрику или Google Analytics, то в этом случае система проанализирует, какие заходы были на ваш сайт и добавит их в систему. Немножко подробно об этом. Посмотрите внимательно сейчас на скриншот. Рекомендованные к запуску слова, близкие к топу. Сейчас мы рассмотрим с вами верхнюю картинку. Здесь мы, обращаясь к поисковым системам, а вы знаете, что мы ежедневно снимаем поисковую выдачу по миллионам запросов, в данный момент их более пяти тысяч. И естественно, мы помимо, грубо говоря, ваших конкурентов, видим еще и вас, где вы находитесь. И вполне возможно, что ваш сайт, если он уже проиндексирован поисковиками, он может быть где-то в сотне запросов, которые выводятся в топ-100 Яндекса. Поэтому на эту информацию Яндекса и Google я рекомендую вам обращать внимание. Почему? Потому что вы видите, что нам рекомендовано к запуску еще более 300 ключевых запросов. И здесь мы можем с вами поступить тем же образом. Мы можем удалить с вами непрофильные запросы и запросы с завышенной стоимостью. Для этого система все сделала за нас. Уже подсчитались потенциальные переходы на сайт и стоимость одного человека. Для этого служат у нас пиктограммы. Человечек и доллар. Человечек. Посмотрите, вот на скриншоте это видно. И можно уже по этим данным оценить, будет ли нам интересно продвижение данного ключевого запроса. А может быть, этот ключевой запрос мы будем продвигать в рамках какого-то высокочастотного запроса. Но при этом будем иметь в виду, что у нас есть в продвижении такой запрос. Когда мы с вами подобрали эти ключевые запросы, мы можем выделить в чекбоксе галочками все ключевые запросы, которые нас интересуют. И отправить их либо сразу в продвижение, то есть если мы считаем, что другие шаги нам не нужны. Либо просто добавить к тому списку, который мы подобрали с вами самостоятельно посредством статистики WordStat. Ну и еще один момент. Это рекомендованные к запуску слова из ваших собственных счетчиков. Если вы нам даете доступ к сервисам статистики Яндекс.Метрики, Google Analytics и Live Internet, то естественно мы видим, кто и как заходит на ваш сайт. И вот этой информации, как бы на основе этой информации вы можете также сформировать свое семантическое ядро. Здесь смотрите, какая ситуация. Мы с вами видим всю историю переходов за май, за июнь, за июль. Не важно. То есть за какие-то разные другие месяцы. И это нам позволяет с вами максимально точно составить, так скажем, понять, что именно интересно нашим пользователям. И по каким запросам заходили к нам чаще всего. И уже далее, нажав, например, на Яндекс или на Google, проверить уже топ по данному запросу. Когда мы с вами проверили топ и уже понимаем, с чем мы работаем, мы можем также эти запросы выделить, оптимальные подобрать для себя и отправить их в продвижение. Это все находится на первом шаге системы. Подбор ключевых запросов. Вот как раз таки вот с таким функционалом можно максимально просто составить очень качественное семантическое ядро, которое позволит вам по многим запросам встать в топ и более того, как раз таки нагнать на ваш сайт целевых пользователей. Это то, что касалось как раз таки ключевиков. Теперь давайте с вами поговорим о подборе страниц для продвижения. Что вы обычно делаете для подбора страниц, посадочных страниц? Опираетесь ли вы на мнение Яндекса? Подбираете ли вы эти страницы самостоятельно? Рекомендаций может быть великое множество. Единственное, могу вам сказать, что из всего многообразия страниц, которые так или иначе могли бы находиться в поиске как посадочные страницы по релевантному запросу, все-таки необходимо такие страницы подобрать максимально грамотно. И как же это делается? То есть, смотрите, если мы с вами берем саму систему Seapult, то как только вы переходите на второй шаг, на котором как раз таки подбираются релевантные страницы, система автоматически начинает подбирать эти самые страницы в той поисковой системе, которую вы выбрали предпочтительной, Яндекс или Гугл, и в том регионе, которую вы считаете главным для себя. Все это делалось в момент настройки профиля проекта. Итак, система подобрала нам релевантные страницы. Мы с вами их прекрасно видим. Если наш проект уже продвигался, то мы также с вами видим еще и текущие страницы. То есть, мы можем с вами принять решение, какую из страниц в данный момент мы будем с вами продвигать. Если вы посмотрите, то как раз таки справа у вас на экране активное поле, в котором мы можем указать свои собственные страницы. Единственное уточнение. Указывать адрес страницы нужно уже от слэша. То есть, адрес сайта, сайт.ру, вводить не нужно. Слэш индекс.php, слэш букеты цветов из роз и так далее. То есть, на примере это очень хорошо видно. Причем, очень часто сталкиваясь с таким вопросом и у себя на семинарах, и через форму обратной связи у нас на сайте, пользователи спрашивают, как правильно определять релевантные страницы. Для этого есть специальные операторы у Яндекса, которыми можно как раз таки оперировать, чтобы получить эту необходимую нам информацию. На экране по цифре 2 как раз таки показана полная команда, которую система Seapult дает Яндекса, для того, чтобы найти оптимальную релевантную страницу. Эту страницу, если вы самостоятельно ее хотите подсмотреть, можно узнать, нажав на любой адрес как раз таки в поле релевантные страницы. Как только мы с вами нажимаем, система перенаправляет нас на страничку Яндекса, в которой как раз таки показано то, что вы видите по цифре 3. Это как раз таки наша с вами основная релевантная страница, которая находится на первом месте, причем релевантной. И какие-то дополнительные страницы, на которых также встречается вхождение ключевого запроса, и которые поисковая система также считает не менее релевантными по данному запросу. На этот пункт следует обращать внимание, когда вы будете производить перелинковку своего сайта. Но об этом я расскажу вам немножечко попозже. Мы с вами определили релевантную страницу, перешли на нее, поняли, что да, Яндекс показывает нам то, что мы хотим, оставляем этот адрес. Если мы с вами видим, что по тем или иным причинам, например, у нас молодой сайт, например, мы вышли из-под каких-то санкций, например, мы переклеили домен или еще что-либо сделали со своим сайтом, и в данный момент в индексе у нас небольшое количество страниц, Яндекс в качестве релевантной может подставлять, например, главную страницу. Если вы считаете, что для ваших пользователей более оптимальным будет привести человека на грамотно построенную посадочную страницу, которая сократит его время до покупки, так скажем, до заказа какой-либо услуги, будь то интернет-магазин, будь то какой-либо сайт именно вашей компании, которая предлагает какие-то услуги, лучше всего вести человека именно на посадочную страницу, где он получит исчерпывающий ответ на поставленный им вопрос. Именно поэтому я рекомендую вам оценивать как раз-таки эти страницы и по мнению самой поисковой системы, и еще самостоятельно задавайте себе вопросы, задавайте вопросы своим сотрудникам, я не знаю, своим, может быть, друзьям где-нибудь, задайте им вопрос, было бы им интересно именно эта страница. Когда все это уже отработано, когда вы понимаете, что именно эта страница должна быть в поиске, вы просто-напросто ее добавляете в продвижение. Вот. Далее. Смотрите, какие рекомендации можно дать. Во-первых, сразу хочу вам отметить, что не продвигайте более чем 2-3 высокочастотных запроса на одной посадочной странице. Это очень тяжело сделать, ввиду того, что вы просто-напросто закопаетесь именно в моментах внутренней оптимизации. Оптимизировать такой контент без каких-либо грубых ошибок практически невозможно, чтобы не переоптимизировать именно страницу. Далее. Следующее. Что можно отметить? Оптимальным количеством запросов является где-то от 3 до 8. То есть, если вы спланируете продвигать ключевые запросы, то на одну страницу введите не более 3-8 ключевых запросов. Соответственно, либо покупаете ссылки, либо, естественно, каким-то способом продвигаете, но не более 3-8 запросов, потому что, опять же, будет тяжело продвигать какие-то другие вещи. Разбавляйте тексты тегами-разделителями, картинками, таблицами, какими-то другими моментами, видеороликами, всем чем угодно. Текст не должен выглядеть как простынь. Текст должен хорошо читаться. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что читать, например, распечатанный доклад без картинок, безо всего одним и тем же шрифтом на протяжении 48 листов очень тяжело, напрягает. И если бы не нужно было прочитать эту всю информацию, то я вряд ли бы, наверное, даже распечатывал и этим текстом заинтересовался. Поэтому, чтобы заинтересовать человека на своем сайте, сконцентрировать его внимание на какой-то основной мысли, вам необходимо подготовить контент именно таким образом, чтобы он был интересен. Чтобы человек помимо какого-то текста, определений, либо еще чего-нибудь, той услуги, которую он может получить, мог наглядно увидеть, что из себя представляет эта услуга, может быть, на видео посмотреть, как это все работает в действии на протяжении какого-то определенного промежутка времени. В общем, все эти вещи необходимы вам для того, чтобы правильно оптимизировать страницу. Не стремитесь все ключевые запросы выделять жирным текстом. Просто-напросто очень часто в последнее время я сталкиваюсь с тем, что люди просто-напросто... Вот им сказали, что очень хорошо, если у вас запросы будут выделены в теге Strong, EM и так далее, не выделяйте, это очень плохо смотрится. Опять же, если мы с вами говорим про заголовки, то не обязательно один и тот же ключевой запрос во всех заголовках, которые у вас будут на странице, чтобы он встречался. Достаточно определить заголовок, в котором будет встречаться этот ключевой запрос, и просто его там прописать. Текст должен быть оригинальным и уникальным. Это тоже сейчас очень важно. То есть, поисковые системы как-то нас с вами пытаются склонить к тому, что текст должен быть уникальным. Естественно, я с этим совсем соглашусь. Мне было бы неинтересно видеть на нескольких сайтах одну и ту же информацию. Поэтому все-таки хотелось бы видеть именно уникальный контент на сайте, какую-то уникальную разработку, может быть еще что-то. Ну и опять же, соблюдайте оптимальный объем контента. Сейчас оптимальным является от 2000 знаков. Даже по мнению поисковиков, они считают текст более уникальным, если там от 2000 знаков. Поэтому, если вы пишете текст, то оптимальным где-то размером будет от 2 до 5 тысяч знаков максимум. Более просто-напросто действительно получится простынь текста. Ну и самое главное, как же правильно писать статьи, какие тексты писать. Вот смотрите сейчас на скриншоте. Справа показан скриншот, на котором представлена страничка, так скажем, отличного текста, как его нужно создавать. Единственное, хочу отмечить, что воспользуйтесь рекомендациями системы Сеопульт при составлении ТЗ для копирайтера, например, чтобы правильно написать текст. Не забывайте считать вхождение сопутствующих запросов, которые будут продвигаться помимо основного на этой странице. Посмотрите контент конкурентов перед расчетом количества текстов. Почему? Потому что это тоже немаловажный фактор. Ведь если мы, допустим, с вами тиснемся в какую-нибудь тематику, где все используют контент, я не знаю, простыни, то нам с вами, например, будет очень тяжело. Ну, простыни это уже не те по 10-15 тысяч знаков, да, вот 5 тысяч знаков я тоже уже как бы ее считаю простыней. Если все так делают, то в принципе нужно и вам тоже так делать. И как бы на это обращать внимание, почему? Потому что, ну, не вы такие, да, такая специфика жанра. Сразу рассчитывайте те блоки, на которые будет разделен текст, то есть понимаете, какие у вас будут теги разделителя. Ну, и вот как раз на скриншоте, если мы с вами видим, то заголовки первого уровня у нас должен фигурировать наш высокочастотный запрос или главный запрос этой страницы. С чем я всегда ассоциирую заголовок первого уровня? С заголовком книги. И именно поэтому я хочу вас сразу предостеречь. Не делайте несколько тегов h1 на странице. Тег h1 должен быть в единственном числе на посадочной странице. Это самое главное. Какие-то сопутствующие ключевые слова, которые также продвигаются на этой странице, вы можете абсолютно спокойно размещать в заголовках второго, третьего и так до шестого уровня. Но чаще всего достаточно первых трех уровней. Почему? Потому что все остальное как бы уже совершенно не важно. То есть мы с вами что делаем? Мы озаглавливаем нашу страницу, мы делаем ей заголовок. Единственный также нюанс, заголовок и тайтл страницы должны быть разными. Вот. То есть проработайте эти моменты. У вас тайтл сайта должен быть уникальным, заголовок первого уровня также должен быть уникальным. Дальше идет текстовая начинка. Разделили мы, так скажем, ее на абзацы. Да, получается у нас. То есть у каждого абзаца есть свой подзаголовок. О чем идет речь в этом абзаце? Человеку интересно? Он почитал. Неинтересно, он просто пошел дальше. Помимо этого у нас присутствует картинка, например, какая-то графическая информация, которая объясняет нам, что мы видим на этой странице. Опять же еще один такой нюанс. Если вы размещаете картинки, то не оставляйте пустыми теги alt и title. Да, конечно же, это никак не влияет на продвижение самого ключевого запроса. Но просто-напросто и вам это поможет, например, продвигаясь по Яндекс-картинкам или Гугл-картинкам, а также просто-напросто вы поможете своим пользователям. Почему? Потому что подведя мышкой на какую-либо картинку, у него появится всплывающая подсказка о том, что же это за картинка и что на ней показано. Эту информацию также можно использовать в своих собственных целях. и работать над сайтом как раз-таки в том плане, чтобы вашему пользователю, вашему потенциальному клиенту было удобно. Далее у нас теги разделителей идут, например, какие-то таблицы с ценами, еще какая-то информация. Потом мы можем, например, новый абзац текста ввести, опять теги разделителей. В общем, вся эта информация сейчас показана на скриншоте. Просто-напросто запомните, когда появится вся эта информация уже не просто онлайн, как мы сейчас с вами в прямом эфире вещаем, вы можете еще раз пересмотреть эти пункты и посмотреть, как правильно должна выглядеть страница. Далее. Вот сейчас на картинке я хочу вам показать страницу, на мой взгляд, грамотно оптимизированной. Текста на ней очень много. Текста он порой может мешать, но при этом это все не мешает нам прочитать то, о чем там сказано. Помимо этого, посмотрите, мы используем такие варианты, когда человек, например, устает читать, и он как-то уже ему все надоело, и зачем он здесь находится. Мы ему предлагаем, что если вы все-таки решили, например, заказать украшение зала, прямо сейчас звоните, мы с вами поговорим, все сделаем, все хорошо. Опять же, у нас есть какие-то картинки, есть всевозможные различные заголовки. В общем, такие страницы, как бы, будут, ну, для вашего сайта, как бы, если вы делаете, то лучше сделать именно такую страницу, нежели просто запихнуть текст и забыть о том, что вы его туда запихнули. Теперь именно система Seapult. Что мы здесь с вами видим? В системе Seapult у нас как раз-таки с целевыми страницами мы работаем на втором шаге, на подборе релевантных страниц, и здесь же мы с вами можем провести работы по внутренней оптимизации. Система делает следующее. Мы предлагаем вам рекомендации по внутренней оптимизации сайта. Как это делается? Мы анализируем сайты ваших конкурентов, смотрим среднее вхождение ключевых запросов у них на странице, ну и, естественно, это среднее значение даем вам в качестве, грубо говоря, ну, эталона, что ли, да? То есть, вот приблизительно так у вас должна быть оптимизирована. То есть, смотрите, что я хочу вам показать. Для того, чтобы рассчитать рекомендации системы, вам необходимо нажать на Body. Пока система будет рассчитывать вам рекомендации для страницы, можно там чай попить, еще что-нибудь сделать, потому что это как бы дело все-таки не такое же быстрое. Далее, в поле рекомендации, рек, точка, дается рекомендация по внутренней оптимизации. Здесь может стоять символы как плюс 3, как минус 4, так и такие символы, как окей, когда все хорошо, и, на наш взгляд, страница вхождения ключевых слов достаточно, так и есть еще такой атрибут, как nv. nv говорит, что не найдено точного вхождения на странице. Например, вы можете продвигать запрос «купить ваза Москва», а на странице у вас будет встречаться, как «купить удивительно прекрасную вазу в Москве». Как бы система увидит это вхождение, она как бы вам скажет, что есть nv. Опять же, не стремитесь вот такие вот коверканные запросы «купить ваза Москва», впихнуть свой текст. Делайте именно для людей, чтобы им было понятно, что вы хотите от них. Поисковые системы также поймут, что вы имеете в виду под каким-либо предложением именно эту ключевую фразу, о которой идет речь. Вот. Поэтому nv — это не ошибка, но лучше всего, если хотя бы одно вхождение ключевого запроса где-нибудь у вас на странице будет. Далее. Теги title. Мы также проверяем вхождение тега title у вас на странице и смотрим вхождение непосредственно ключевого запроса на этой же странице. Мы опять же с вами видим какие-то рекомендации. Если у нас отсутствует, например, либо тег title, либо заголовок первого уровня, то система нам подсвечивает и показывает вопросительный знак, что на этой странице не присутствует ключевой запрос. И я вам как бы рекомендую, чтобы вы именно сделали таким образом title и заголовок первого уровня, чтобы вхождение ключевого запроса, хоть и с nv, но все-таки было у вас на странице. Поэтому работайте над этим, оптимизируйте свой сайт, и помимо вот этих рекомендаций мы еще и анализируем контент вашей страницы, что также позволяет вам провести полный цикл работ по внутренней оптимизации. Давайте смотреть. Анализ оптимизации сайта. Здесь мы с вами видим основной анализ SEO-верстки, проверку индексации, статистику по картинкам, запреты в файле robots.txt, статистика по ссылкам, наличие основных ошибок, мета-робот и скрипты в коде. Немного подробно. Что касается SEO-верстки, то есть здесь все моменты связаны с SEO-версткой, description, кейворды, заголовки, теги выделения. Сразу хочу отметить, что description, как бы кто ни говорил, он все-таки влияет на образование сниппета в поисковой выдаче, поэтому все-таки description лучше всего писать. Очень много споров по поводу кейвордса. Скорее всего, он работает уже не так, как работал раньше, поэтому вносить туда вхождение или не вносить, уже решать вам. Заголовки первого-шестого уровня также анализируем и говорим, есть ли вхождение. Это то, что касается SEO-верстки. Проверка индексации. Здесь мы как бы обращаемся к поисковым системам, смотрим, проиндексирована ли страница в Яндекс и Google, а также имеет ли эта страница сохраненную копию кэш. Статистика по картинкам. Мы анализируем точное количество картинок у вас на странице, не те, которые используются в стилях, а именно в контентной части. Есть ли у них атрибуты alt и title, и если нет, то мы также даем рекомендации, что все-таки необходимо вписать это все. Запреты файла robots.txt говорят нам о том, что данная страница, которую мы с вами анализируем, запрещена для индексации поисковой системы. Согласитесь, если мы пытаемся ее продвигать, то не совсем верно, если она будет закрыта от индексации. Поэтому у вас в этих полях должно быть все окей. Статистика по ссылкам. По внешним и внутренним ссылкам. Мы также анализируем все внешние и внутренние ссылки у вас на странице, и не только текстовые, но и графические. То есть мы вам показываем это все в отдельном поле. Помимо этого, есть такие наличие основных ошибок, например, как скрытые блоки, тексты за пределами тега HTML, стоп-символы в title, ошибки в H1. Здесь также система анализирует и показывает вам рекомендации. Вот. Помимо этого, у нас есть информация по запрету в теге metarobots и наличие скриптов на вашей странице. К скриптам я бы отнесся более внимательно. Система здесь всегда будет подсвечивать знак вопроса. Окей просто не может быть. Почему? Потому что потенциально все скрипты могут нести угрозу вашему сайту. Поэтому проверьте просто, ваши ли это скрипты. То есть, может быть, они сделаны для какого-нибудь визуального представления у вас на сайте. Выпадающие меню, красивые, я не знаю, каскады, например, слайдер, картинок и прочее. То есть, они как бы ведут на улучшение юзабельности, юзабилити вашего сайта. А бывают скрипты, которые, например, злоумышленники через сервер посадили на ваш сайт. И в данном случае, как бы, это очень плохо. Поэтому обязательно проверьте все скрипты, которые у вас есть, и являются ли они вашими. Вот. Анализ оптимизации сайта. Основные ошибки. Создавайте, грубо говоря, сейчас будет итог некий. Создавайте хорошо структурированные сайты, используйте именно блочную верстку, не используйте простыни. Делайте именно максимально грамотно и качественно для своих пользователей. И не нагромождайте сайт счетчиками, не валите все в одну кучу. Следите за юзабилити сайта. Вот как раз-таки на картинке показано. Слева хорошо, справа плохо. В одном варианте мы видим вполне себе читаемый текст. С другой стороны, вот я на скриншоте нашел страницу вообще, а где контент. То есть, вот такой вопрос, как бы сложился у меня, а где контент, ведь это страница сайта. Вот. Теперь поговорим с вами о перелинковке. Зачем она нужна? Ну, во-первых, перелинковка нужна для удобства пользователей на сайте. Для вторых, для улучшения индексации контента поисковиками. В-третьих, для распределения статического веса на сайте. Ну, и для продвижения низкочастотных запросов. Сейчас в картинках попытаюсь вам это все показать. Для удобства пользователей на сайте здесь, в принципе, все понятно. Да, чтобы не получилось такой лестницы, когда мы не знаем с вами, куда нам пойти дальше. Как, например, в фильме про Гарри Поттера. Да, вот поэтому нужны, как бы, вот, пользователь должен попадать именно в то место, куда мы его отправляем. Зачем вообще нужна перелинковка? Ну, вот, посмотрите, пример из Википедии, по мнению Яндекса, по мнению Гугла, какое количество страниц найдено. Вот, чем грамотнее у нас сделана перелинковка, тем больше страниц найдут поисковые системы. Ну, и опять же, взял с блога Диваки слайд, вот который нижний. Слева хорошо, справа неграмотная перелинковка, да. Хорошая перелинковка, когда все страницы друг с другом контачат, они как бы, ну, так назовем, общаются, да. С другой стороны, неграмотная перелинковка, когда вот идем-идем по пути, а дальше не знаем, куда мы попали. Вернулись на 404-ю страницу, еще куда-нибудь. То есть, какая-то у нас ошибка, и мы не попали на нужный нам контент. Вот, ну, и зачем нужна вообще перелинковка? Для распределения статического веса на сайте. Здесь показана схема перелинковки, как это делать, если мы продвигаем высокочастотный запрос, среднечастотный запрос, ну, и низкочастотный запрос. Спасибо Сергею как раз-таки за вот наглядный скриншот, который я взял у него на сайте. Вот, и, наконец, самый простой метод перелинковки страниц, это когда мы с вами подбирали релевантные страницы. Мы с вами видели, что помимо основной релевантной страницы у нас есть еще какие-то дополнительные, ниже находящиеся, да. И вот как раз-таки грамотным решением будет, если со всех этих страниц, которые находятся ниже первой, поставить ссылки либо с точным вхождением, либо с вхождением каких-либо дополнительных сопутствующих запросов, как раз-таки на нашу страницу, на которую мы концентрируем весь ссылочный вес. Это позволяет нам еще и внутренними факторами подтянуть, например, низкочастотные запросы. Ведь низкочастотные запросы вполне возможно продвигать без каких-либо утруждений, больших ссылочных бюджетов и прочего. Вот, ну, как бы на этом основная теоретическая часть закончена. Еще раз меня зовут Николай Конопляников. Сейчас, я думаю, Наиль будет через вас задавать мне вопросы, поэтому я с удовольствием на них отвечу. Если что, здесь на слайде моя контактная информация, запишите себе, давайте общаться, давайте дружить. Наиль? Да, Коля, я здесь, я хочу тебя поблагодарить, действительно, за полезный вводный такой инструктаж. К сожалению, я думаю, наверное, сейчас наши зрители начнут активно задавать вопросы. У меня всего несколько вопросов. Один из них, как поисковики относятся к облаку тегов, в котором прописаны ключевые запросы в виде ссылок на продвигаемые страницы? Я понял, я бы вообще не использовал облако тегов, либо прятал его от индексации. Почему? Потому что, как бы, ну, это создает, во-первых, это создает тысячи и тысячи дублей страниц. Да, поисковая система негативно относится к дублям, поэтому, если вы используете облако тегов в каких-либо целях, например, для улучшения юзабельности вашего сайта, то в этом случае тогда обрамляйте все эти ссылки в рейлинофоллоу, да, а блоки сами закрывайте от индексации тегом ну и индекс, да. Ну и, естественно, через robots.txt закрывайте облако тегов вообще от индексации, то есть всех этих страниц. Вот, в любом случае, как бы, это все может сказаться на вашем сайте негативно, нежели позитивно. Следующий вопрос от Сергея Васильева. Вот-вот-вот чему-то он там, да. Как вы относитесь к такой методике разметки, как схема. Схема.орг. Стандарт семантической разметки данных в сети, объявленной поисковой системе Google, Bing и Yahoo, скорее всего. Ну, я так скажу, я как бы с Bing и Yahoo-то не очень дружу, да, то есть все-таки мы в России находимся и продвижение делаем под поисковую систему Яндекс. Вот, а как к верстке схемами, ну, если это что-то новое, то, наверное, будет интересно и позитивно. А если это какие-то такие старые методы, и они именно стремятся к ухудшению, так скажем, сайта, ну, в том плане, что какие-то серые схемы, может быть черные, то я бы их не использовал. Вот, я просто не очень владею информацией в Yahoo, да, и вот Bing. Пользователь Минкс, а на каких основаниях ты считаешь, что нельзя в заголовке H1 в точности повторять тайтл? Ну, на каких основаниях? Ну, во-первых, на основаниях, так скажем, и своих собственных наблюдениях при продвижении сайтов и основываясь, например, данными тех людей, которых я считаю, я считаю гуру, да, в продвижении там еще что-нибудь, которое мне просто нравится читать, блоги каких-либо оптимизаторов, ну, как бы все сталкиваемся с мнением, что лучше все-таки делать уникальные. Ну, если считаете, что тайтл и H1 у вас не должны быть уникальными, должны друг другу повторять, ради бога, попробуйте. Вот, но лучше всего, если все-таки будет информация уникальная. Почему? Потому что тайтл используется для подсветки выдачи поисковых систем, а когда я перехожу на страницу, я могу передавать совершенно другую информацию через заголовок первого уровня. Мне, может быть, нужно несколько о другом сказать своему посетителю, который ко мне зашел. Вот как-то, в принципе, и все. То есть, плохо это или хорошо, это подтвердить, к сожалению, практически невозможно. Да, спасибо, Коля. Вопрос от Ольги Бобровской. Если вместо H1 используется H2, вместо H2, H3, это как-то изменит ситуацию? Или важно, чтобы заголовок был именно H1? Ну, смотрите, ну, у книги бывает, грубо говоря, просто описание, да, без названия книги бывают? Ну, наверное, есть какие-то там, Вася Пупкин написал свое собственное изложение какое-то, и оно без названия, не знал, как назвать. Вот, но даже вот это слово без названия, это уже заголовок. Поэтому все-таки заголовок страницы давайте в теге H1. А уж я так понимаю, что здесь вопрос именно в том, как это все будет выглядеть на странице. Используйте таблицы стилей, сделайте заголовок первого уровня таким, каким вы его хотите видеть. Но именно страницу нужно называть, то есть ее нужно разграничивать, размечать тегом H1. Угу. Вопрос от Дмитрия Евдокимова. Вопрос такой. В системе мне пишет, что H1 слишком близко расположен к началу документа. Что это значит? Ну, это значит, что вы разместили либо его где-то в шапке, либо еще где-то. То есть, может быть, скорее всего, у вас просто страница так сверстана таким образом, что у вас сначала идет контентная часть, а потом уже все остальное. Просто-напросто смотрите, какая ситуация. Заголовок первого уровня, он как бы должен быть внутри контентной части и связан с текстом. И, например, где-нибудь в логотипе писать, типа, лозунг нашего сайта, это не совсем правильно. Вот, поэтому в этом случае, опять же, нужно разбираться более конкретно. Я сайт сейчас не вижу, поэтому вы напишите на supportsobak.seapult.ru и как бы посмотрим, разберемся, что там к чему. Илья Савельев, подскажите, есть ли в HTML-коде я делаю посредством CSS блок-контента сразу после верхнего меню? То есть, по коду идет верхнее меню, дальше контент, дальше сайдбар 1, сайдбар 2. Как это влияет на ранжирование? Ну, существует мнение, то есть, кто-то когда-то предположил, что чем выше текст находится в коде, тем он лучше индексируется. На самом деле, как бы здесь у меня такое мнение, что не важно, где вы разместите свой текст, то есть, как он у вас будет на странице размещен по коду, да. Но многие говорят, что просто-напросто поисковик лучше видит, что находится вверху, и хуже, что внизу. Ну, как бы это смешно, на мой взгляд. Вот, поэтому неважно. А так, в принципе, делайте. Разметка, как говорится, зависит только от вас. Как хотите, так и размечайте страницу. Вот. Вопрос от пользователя Желини. Есть ли смысл закрывать исходящие ссылки сайта редиректорами через свою страницу или тегами nofollow? Все зависит от того, что вы хотите от этих ссылок получить. Если вы полностью хотите закрыться от них, то есть, чтобы у вас вообще не было исходящих ссылок, то, наверное, все-таки редирект. Почему? Потому что тут вчера или позавчера почитал Вася Ткачева информацию, да, где он пишет, что вроде как nofollow не работает. Вася, привет. Не знаю уж, как на самом деле работать не работает, но, как бы, если уж вы делаете и не хотите никуда отправлять, то, конечно же, через редирект, через какую-то свою страницу, где еще раз спросите у человека, может быть, вы ему чем-то можете помочь на своем собственном сайте, без прибегания к тому, что вы его будете отправлять куда-то налево. Алексей Тепловодов, можно ли дать какие-то конкретные рекомендации по содержанию тега Keywords? Keywords, а какую конкретику можно давать по содержанию? Ранее мы в тег Keywords помечали ключевые запросы. Поисковые системы увидели, что оптимизаторы этим, так скажем, педалируют, да, указывают больше, чем надо, и вообще перечисляют все ключевые запросы, и просто при ранжировании вес этого тега, он, как бы, снижен до практически минимума. Поэтому, не знаю, просто проводились же эксперименты совершенно недавно, и не показал практически никакого влияния тег Keywords. Поэтому его сейчас указывать можно, ну, разве что для своего собственного удобства, что ли. То есть, ну, я, например, во всех сайтах, которые я оптимизирую, да, я везде его прописываю, мне просто удобно. А вдруг поисковые системы когда-нибудь придут к тому, что опять будут считать тег Keywords. Здесь больше флуда, на самом деле, по этому вопросу. Почему? Потому что рассуждать можно миллион тысяч лет по этому вопросу. Но, как бы, сейчас считается, что вес передается минимальный. Сергей Иванов спрашивает, как поисковые системы отнесутся к блоку со сквозными ссылками, к примеру, на самые популярные файлы? Ну, как отнесутся? Ну, все говорят вокруг, что сквозные ссылки лучше не делать. Не знаю, у меня сайт там с 2008 года со сквозными ссылками, тьфу-тьфу, вообще пока с ним ничего не произошло. Я понимаю, что это плохо, но вот я никуда не могу деться от таких сквозных ссылок. Будем считать, что это ваше меню. У вас же меню сквозное, поэтому, в принципе, почему бы и не использовать подобный способ. А вообще, покурите тему на htmlbook.ru. Посмотрите такие моменты, как теги dd, dt, dl. Это как раз-таки определение. И, может быть, вы дальше уже поймете, как их использовать правильно на вашем сайте. Так, примем звоночек от пользователя 5NOOC. Как вас зовут? Сергей, это... Сереж, привет. Мы знакомы с Николаем. Вопрос, Сергей. Именно про то, чтобы некоторые пользователи прячут сайт-бар путем JS. Ну, это правильно. Нет, сейчас, как бы, это один из способов, грубо говоря, так, не совсем белой схемы, именно оптимизации сайта. Чтобы отдать поисковой системе только контентную часть, есть сейчас деятели, которые прячут в JavaScript всю ненужную информацию, которая находится на сайте. Отдавая только, грубо говоря, страничку для печати. Да, вот в прямом смысле, без лишних тегов, безо всего. Вообще, Сереж, как бы, такие вещи делать надо. Вот, но тяжеловато. Ну, просто такой вот, ну, вот я общался, так сказать, с дедами некоторыми, которые не любят этот способ, потому что у них такое золотое правило. Как видит поисковик сайт, так и должны увидеть его пользователи. И некоторые люди переживают, что модераторы Яндекса, например, зайдут, увидят какое-то несоответствие, и, значит, ты попадешь в бан. Вот они за это переживают. В бан нет, в бан не попадешь, но я же еще раз говорю, что это не совсем белая схема. То есть, согласен я с тем, что пользователь должен, и поисковая система должны видеть структуру сайта одинаковой, но просто это некая такая хитрость, которую можно, как бы, использовать при продвижении. Я все-таки за белый способ, поэтому, как бы, я не использую это у себя в работе. Ответил? Да, 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 спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вопрос от тезки. А, может быть, да, не тезка. Николай, наблюдаю следующую ситуацию по высокочастотным запросам, например, пластиковые окна. Топовые сайты используют в качестве H2 и H3 не фразы с ключевиками, а просто фразы, помогающие пользователю ориентироваться в тексте. Наши преимущества, ценовая политика и тому подобное. Ну и правильно, это продажные тексты, и достаточно оптимизировать как-то иначе страницу. Как я уже сказал... Отличает, Коль, что, заметьте, не преимущество покупки пластиковых окон и не цены на пластиковые окна. А просто вхождение, то есть без вхождения ключевого запроса. Все правильно. Вхождение заголовки первого уровня, я думаю, что там есть по-любому. Я уже говорил в ходе сегодняшнего семинара, что вхождение основного ключевого запроса, который продвигаете на странице, должно быть в одном экземпляре. В заголовках второго и далее нижних уровней можно какие-то другие ключевые запросы. А то, что касается вот в данном случае, вот как в примере описано, то это как раз-таки сделано непосредственно для, как сказать, для улучшения юзабилити сайта, для именно для большей продажности этого текста, чтобы текст просто продавал. Вот. Ну, естественно, мы с вами, ну, разве что дочка моя сейчас еще не знает, что такое ключевое слово, и тот даже знает. Вот. Поэтому вариант, когда мы с вами пытаемся впихнуть как можно больше ключевых слов, он уже отпадает на вторую планку. Лучше всего сейчас все-таки работайте именно над тем, чтобы вашему пользователю было удобно. Что и делают ваши конкуренты. Вы правильно подметили, так и нужно делать. Да, спасибо. Виктор из Подольска интересуется. При запуске нового проекта на что делать больше упор? На регулярную публикацию статей или на оптимизацию контента? Спасибо. И на то, и на другое. Сайт не должен, понимаете, чем дольше вы обновляете, чем реже вы добавляете новости на свой сайт, тем больше он обрастает пылью, так скажем, да, такой интернетной пылью. Поэтому и новости нужно дополнять постоянно, там, новости, статьи, неважно, которые в свою очередь помогают вам в оптимизации, потому что вы можете делать грамотную перелинковку на какие-то другие свои разделы. Ну и, естественно, перелинковкой тоже нужно заниматься. Это вообще перед тем, как вы запускаете в продвижение свой сайт, вы проводите работы над внутренней оптимизацией сайта. Перелинковка, какие-то другие какие-то моменты, проверка на какие-то теги, это же все работа над внутренними факторами. Как раз-таки их нужно делать до запуска. Либо во время запуска уже постфактум делать. Да, спасибо, Коля. Снова вопросы от Дмитрия Евдокимова. Есть сайт компании. Если при увеличении покупаемых ссылок, надо ли также увеличивать количество страниц на сайте? Если всего страниц до 20 штук. Возможно, какие-то статьи, не относящиеся к самой компании. К самой компании не рекомендовал бы статьи. А вот покурить, знаете, как вы говорите, добавлять ключевые слова. Под каждое ключевое слово, ведь можно, ну, то есть ссылки, когда вы наращиваете, под каждое ключевое слово можно посадочную страницу свою отдельно делать. Опять же, возьмите статистику по переходам на ваш сайт с первого шага, да, из счетчиков. И посмотрите, какие там вопросы. Я могу вам сказать, что практически 8% всех ключевых запросов носят вопросительный характер. Да, что такое нафилет или еще что-нибудь. Какие-нибудь такие запросы. Почему бы вам не писать статьи, именно связанные с вашей компанией и связанные с этим ключевыми запросами? Это вполне даст развитие вашему сайту из 20-страничного. Он превратится там в 100-страничный. Но при этом будет также полезен вашим пользователям. А какой-то закономерности между количеством ссылок и количеством страниц я как бы не наблюдаю. Савельев Илья, недавно было такое мнение, привет Константину Каширину, общего общего коллегия, что через Wordstat подсчитать точную частоту запросов невозможно, так как цифры, расположенные в Wordstat, представляют собой общую сумму частот запросов. Правильно, абсолютно точно. Поэтому, когда мы рассчитываем эти данные, мы показываем общую частотность по Wordstat, а дальше уже оперируем данными открытых счетчиков Live-интернета, теми счетчиками, которые в нашем распоряжении, по которым мы снимаем, так скажем, вхождение людей на сайты, которые продвигаются в системе, по данным Rambler от Stata и, опять же, по директовскому Яндексу. То есть, там какая-то очень сложная математическая формула, к сожалению, которую я даже передать не могу. Но, еще раз говорю, мы даем рекомендацию в потенциале, то есть, в лучшем случае. Если ваш сайт отвечает всем требованиям, если у него читабельный сниппет, если у него хороший заголовок, если он меня провоцирует на заход на сайт, то я перейду на ваш сайт. Вот, единственное, как бы, уточнение, снимается, как бы, общая выдача. То есть, если вы, допустим, находитесь где-нибудь, ну, я не знаю, в Мурманске, то не значит, что по запросу, например, скачать фильм, вы получите, там, несколько тысяч переходов в день, в лучшем случае. То есть, как-то нужно сразу понимать. Алексей Тепловодов благодарит за предыдущий ответ и интересуется, помогает ли система Сеопульт в перелинковке, Коля? Ну, как, пока еще год, мы, на самом деле, думаем об этом, разрабатываем модуль, я вам рассказал какие-то способы, как это можно линковать все, да. Единственное, что нет, вот именно автоматизировать пока этот процесс не удалось, но, как бы, за счет того, что мы с вами работаем над релевантными страницами на втором шаге, за счет того, что мы с вами просто-напросто можем посмотреть, где и что у нас находится через переход на страницу Яндекс, мы можем с вами просто понять, куда нам ввести людей. Вот, поэтому, как бы, частично, да, помогает. Так, чтобы полностью давать вам рекомендацию, что с этой страницы сошлись на эту, пока такого функционала не существует. Да, спасибо, Коля. Пользователь Лапосуда. Сеопульт рекомендует использовать другую страницу, нежели ту, которая определена мной как посадочная, статус НС. Сколько времени, по вашему мнению, Николай, можно упираться и оставлять свою посадочную страницу? Ну, здесь, смотрите, ситуация какая. Если Яндекс рекомендует, значит, он считает, что та страница более релевантная. Как в таких случаях поступаем мы, да, ну, то есть, как я поступаю в данном случае, я делаю следующее. Я проверяю вхождение ключевого запроса на той странице, которую рекомендует Яндекс, пытаюсь его либо закрыть от индексации, либо убрать с этой страницы полностью. И поставить непосредственно ссылку на нужную мне страницу. Помимо этого, я стараюсь проверить сайт, может быть, где-то по ошибке, либо еще как-то я делал ссылки на эту страницу. Опять же, если есть возможность проверить, промониторить внешние ссылки, то смотрю внешние ссылки. Ведь то, что дает, как бы, Яндекс, он считает ее просто более релевантной. И если вы считаете, что другая посадочная страница, нужно за нее бороться. А бороться, я уже говорю, нужно проверить ссылки, которые вообще ведут на страницу, да, нет ли тех, которые ведут на ненужную вам. Ну и, опять же, убираем вхождение с ненужной, ставим ссылку на нужную нам страницу. А нужную страницу, может быть, пытаемся немножко дооптимизировать. Ну, опять же, как вариант, можно в блоке, там, я не знаю, новостей, статей и прочего, на главной странице сделать именно ссылку на нужную вам страницу с нужным анкором. Ведь у главной страницы самый большой вес. Ну, это, в принципе, все. Как бы, способ такой. Вот, а ждать, брыкаться, я не советую вам. То есть, нужно доказывать, что именно эта страница нужна людям. Да, Коля, спасибо. Пользователь Светика, добрый день. А где лучше размещать информацию о товарах? Ближе к началу страницы или внизу под товарами, в категории товаров? Ну, смотри, сейчас я вам расскажу. Здесь можно прямо часами обсуждать эту тему. Почему? Потому что она очень интересная. Хочу сразу до вас донести, запомните раз и навсегда, вся полезная и нужная пользователя информация должна сконцентрирована быть на первом экране посадочной страницы. То есть, без прокруток мыши, без всего вот этого вот. То есть, если мы с вами дальше начинаем развивать мою мысль, то мы понимаем, что вся полезная и нужная информация должна быть прямо вот перед глазами у человека. Поэтому, если это карточка товаров, то сразу вся информация с попаданием в корзину и прочим. Чтобы человек лишний раз не крутил мышкой вниз. Ответил, я думаю, на вопрос. Пользователь Вадим Аркадов интересуется твоим мнением об HTML5 и семантической верстке по HTML5. Мне нравится очень HTML5. Почему? Потому что его возможности очень сильно расширяют. А за счет того, что HTML5 это же не какая-нибудь совершенно новый язык разметки. И там все теги HTML4 работают вполне себе хорошо. Я думаю, что пора как-то переверстывать, переходить уже на эти способы. Почему? Потому что сайты как-то более живыми становятся. Стремимся мы к тому, чтобы оживить их. И если можно добиться двумя строчками канваса какого-нибудь определения, какой-то красоты на своем сайте, то, естественно, их нужно использовать. Зачем там мудрить с таблицами стилей, с какими-нибудь JavaScript и прочим, прочим, прочим. Если все можно сделать одним вот таким шагом. Так, буквально несколько вопросов еще, Коля. Сергей Иванов, а плохо ли, если со страницы, со статьей исходят несколько ссылок на главную страницу? Ссылка-картинка, ссылка в меню сайта? Да, на самом деле нет, неплохо. Но таких, конечно же, страниц должно быть как можно меньше. Таких ссылок должно быть меньше. Ну, а как вы избавитесь? У вас в любом случае логотип уже у нас в голове просто засело, что логотип это ссылка на главную страницу. Вот, естественно, у нас где-то там может показываться какая-то информация, которая на главной странице. Нет, на самом деле ничего плохого нет. Единственное, что чем меньше исходит со страницы ссылок, тем как бы... Ну, то есть, смотрите, мы концентрируем на ней какой-то ссылочный вес, и каждая внутренняя ссылка по сайту, мы этот вес налево и направо раздаем. Вот, чтобы его концентрировать как бы внутри, внешние, то есть, ссылки с этой страницы, они как бы не очень. Вот, много их. А так, чтобы на главную, ну, если вы не можете это каким-либо образом убрать, то есть, это вам информация нужна, то и она оправдана, то оставлять ничего плохого не будет. Еще такой вопрос. Проверяет ли SEO-пульт корректность HTTP-заголовков сайта? Last modified, if modified signed? Да, проверяет. Это все показано. То есть, при анализе, если у вас какая-то ошибка, система сообщает вам при анализе, при подборе рекомендаций по внутренней оптимизации, если мы не можем обратиться к вашей странице, мы просто-напросто выдаем ошибку и говорим, с чем она связана. Бывает так, что просто какие-то именно ошибки с этим доками и прочим-прочим-прочим. Бывает, что кодировку пользователя очень часто не ту отдают, которая отдает их сервер. То есть, все эти ошибки мы как бы вам показываем. Я поблагодарю здесь просто, коль, еще одного консалтера Минингса, который самостоятельно в комментариях дает свои ответы нашим пользователям. От Ильи Думова вопрос в отношении, насколько успешной может быть работа в Сеопульт, если англоязычный сайт продвигается только в Гугле. Ну, смотрите, здесь, конечно, вопросы очень сложные. Во-первых, система Сеопульт создавалась для российского сегмента интернета. Естественно, мы стремимся не только в Россию, но и расширять предоставляемые услуги, и страны, опять же, расширять. Единственное, что поскольку мы работаем только с четырьмя биржами, это TrustLink, BuyPost, LinkFit и Sape, не всегда можно набрать оптимальное количество именно этих англоязычных сайтов. И что касается продвижения под Гугл, да еще и по англоязычной тематике, например, английского какого-нибудь сайта, то здесь я все-таки рекомендую пользователям настраивать свои собственные каскады фильтров. О каскадах я буду говорить в следующую среду, тоже в рамках вебинара по внешним факторам. И там я просто поставлю себе меточку и расскажу, как это делается. На самом деле, просто ситуация в следующем, что без ручных режимов автомат не справится в таком продвижении. Радуюсь, что наши пользователи из разных городов России, а также и за рубежа, Мария, Жуковский. Ключевое слово, у Марии продвигается порядка трех месяцев, из них только три недели в топ-10, причем после апдейта ровно одну неделю, затем выпадает из выдачи и далеко за 50. От него отказаться? Запрос к геонезависим в Яндексе. Я бы не стал отказываться. Надо, во-первых, сначала проанализировать, какая причина того, что его не было, не было, потом он появился и пропал. Надо посмотреть вообще всю страницу, как она оптимизирована, что там с этой самой страницей. Просто так ничего не бывает. Если вы считаете, что эта страница не нужна, так скажем, вашему сайту, если она не приведет вам конечного какого-то пользователя, то зачем ее продвигать и тратить на нее деньги? То есть здесь тоже такой вопрос. Или, или. То есть, в принципе, всегда решать вам. А что касается падения позиций, то это все-таки нужно анализировать и смотреть, что там у вас с сайтом. Ну что ж, Николай, я думаю, будем закругляться. Вот так незаметно 60 минут нашего прямого эфира подошли к концу. Тебе, может быть, остается что-то добавить? Может быть, проанонсируешь вебинар свой от 1 августа, который состоится через неделю? Я уже сказал. А, уже было. Жду, да, уже жду всех в следующую среду после обеда, во время обеда, с часа до двух, вебинар по внешним факторам, где мы с вами рассмотрим, как работать со ссылками в системе Сеопульт, как рассчитываются бюджеты, на основе чего они рассчитываются, как эти данные можно дальше применять в работе над своим собственным сайтом. То есть, думаю, что вам так же будет интересно. Помимо этого, хочу отметить, что сейчас снимается цикл, так скажем, небольших мини-мастер-классов по фишкам системы Сеопульт. И там какие-то моменты, которые здесь я обзорно и вводно объясняю, там они рассматриваются более подробно. Ну и для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья приглашаю всех на свои семинары в Мирбисе, где также я рассказываю очень подробно о системе Сеопульт. И если здесь я уложился в час, ответив на все ваши вопросы, то там 4 часа времени, то есть разжевываю практически все. Я думаю, так же будет интересно нашим пользователям. Ну, в принципе, это как бы все, что у меня намечается на ближайшее время. Спасибо тебе большое от нас, от всего коллектива Сеопульт.ТВ, а также от всех наших многочисленных зрителей, наверное, отправим тебя готовиться к следующему вебинару, а также к семинарам. Спасибо, Коля. Но мне остается лишь добавить всем слушателям, которые сейчас присутствуют на вебинаре, все видеозаписи вебинаров вы можете посмотреть на сайте обучающих центра кибермаркетинг. Через главную страницу заходите в раздел «Видео». Там все видео выкладывается. Видеоархив сегодняшнего вебинара будет выложен, скорее всего, либо в пятницу, либо в понедельник. Те, кто зарегистрировал на вебинар, безусловно, получат ссылки о том, что это видео доступно и появилось в эфире. К видео же мини-мастер-классам, которые сказал Коля, они будут выложены на сайте Seapult.tv в разделе «Мастер-класс». Можете зайти туда, также посмотреть. Ну и, безусловно, мы также там транслируем те вебинары, которые проходят на кибермаркетинге. Заходите в архив «Кибермаркетинг.tv», смотрите все прекрасно. Ваши вопросы, которые не были сегодня озвучены по тем или иным причинам, орфографию, синтаксис, просто было непонятно мне с вопросами. Коля их посмотрит, возможно, где-то на этом сайте, когда архив будет выложен, он это выложит. А также мы все с вами прощаемся. До новых встреч, друзья. Задавайте вопросы, будьте активны, ну и активно используйте, наверное, скайп-телефонию, голосом видео, куда приятнее дискутировать с нашим уважаемым экспертом. Всем пока, всем спасибо. Это был Кибермаркетинг, Seapult.tv. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok